Вообще не факт, что мы все там выживем. Как замечательно, когда у тебя очень большая команда, и в ней есть каскадеры. Я вообще не понимаю, о чем он радуется. Я буду прыгать с разной высоты. Абсолютно все, что вы сейчас видите, это наполнители для бассейна. Да, обычно люди наполняют бассейны чем-то вроде воды, а мы будем наполнять вот тестом, пенопластом, сеном, шариками с водой и прочей ерундой. А во все это мы будем прыгать с вышки. Цель сегодняшнего видеоролика выяснить, на что из всего этого будет мягче падать. В первый бассейн мы добавим тот наполнитель, в котором мы уже на 100% уверены, потому что неоднократно проверяли на своей шкуре. Это картонные коробки. Второй наполнитель, это поролон. Я думаю, на него будет падать достаточно мягко, потому что его как-никак используют в батутных залах, и в него падают люди. Не могу сказать, что не слышал случаев, когда люди ломали ноги в батутных залах, но будем надеяться, что сегодня мы обойдемся без травм. В нашей команде безопасность превыше всего. Следующий наполнитель, это будет сено. Я играл в Ассин Крит, и там я делал прыжок Веры прямо в сено. Оно было не очень глубоким, и вроде как я каждый раз оставался живым. Тут, наверное, так же будет. В пятый бассейн мы отправляем пенопласт. Желательно его хорошенько наломать. И это мы наполнили только половину бассейнов. Я боюсь представить, что будет дальше. Убирать все это придется очень долго. Честно, это выглядит все чертовски страшно. Здесь порядка 10 тысяч листов, и все это нужно сейчас смять и скидать вот в этот вот бассейн. То, что будет происходить в сегодняшнем видеоролике, я думаю, вы уже поняли. Но мне почему-то кажется, что вы также бы хотели узнать, что будет происходить в следующем видео. Хотя бы один маленький-маленький спойлер. Ведь так, да? Я знаю, что вы это хотите, поэтому держите. Подождем, сейчас пока спойлер придет. А в разы, а то и десятки раз больше. Если я после этого выживу, то будет очень-очень здорово. Видеоролик про резиночки выйдет тогда, когда на канале наберется 6 миллионов 300 тысяч подписчиков. Нажимайте на красную кнопочку в описании и превращайте ее в серую. Я знаю, вам очень сильно интересно, что это за видеоролик. Поэтому, я думаю, вы это сделаете. Сейчас ребята попробуют прыгнуть в первый наполнитель. Это коробки. Вы уже определили, кто будет первый, второй, третий. Ребят, вы можете себе представить? Я новенький в этой команде, и меня уже взяли на такую ответственную роль в качестве каскадера. Блин, я вообще не понимаю, что он радуется. Вообще не факт, что мы все там выживем. Но он вон какой-то веселый. Давай, он первый, да, он первый будет прыгать, а мы посмотрим. А потом мы решим, будем прыгать или нет. Туда. Пойдем. Да. Я второй. Я первый. Понятно. Ну, собственно, залезай на этот замечательный пьедестал. Поехали? Поехали. Ооо, это было жестко. Но это приятно. Дно не достал? Вроде нет. Я достал самое дно этого бассейна. Запомни свои ощущения, и когда пройдешь все бассейны, тебе нужно будет выбрать те, которые пройдут следующий этап. Второй наполнитель, это поролон. Второй наполнитель, это поролон. Дно нет, это поролон. Что? Тораспорт. Мясо. Здорово. Это поролон. Семьян. будет очень-очень мягким я отбил себе грудь вот сейчас я отбил себе грудь я думаю его можно сразу забраковать и парней не количестве не-не-не-не так неинтересно ребят пошлите все что там было в ассасин крите это это почему-то ожидал что тут гораздо мягче когда приземлился что-то все себе подряд отбил уже мне кажется будет больно ребят 4 наполнитель очень плохой удачи ребят вот я сейчас сделал небольшой отзыв по пенопласту дает ли вам это какую-то уверенность того что вы сейчас останетесь живы а с трех метров ты сюда упал думаю нет помягче поролон или пенопласт пенопласт а чтобы ты прыгнул с трех метров поролон похоже это психологически гораздо проще чем все остальное следующий бассейн это вата минеральная вата она слегка колется но вроде как сюда мягко падать я ничего не боюсь у меня вата слегка напрягает вата я думаю это главный фаворит сегодняшнего дня очень мягко сюда мне кажется можно будет прыгнуть с трех метров не знаю как падать но лежать здесь очень мягкая как вы думаете падать бумагу мягко или нет нет первые пошел выглядело не очень мягко я бракую этот бассейн осталось еще три наполнителя и сейчас на в очереди самый приятный из них шарики с водой несмотря на то что эти шарики выглядят достаточно весело там разноцветно но падает них достаточно волнительный момент потому что это же как бы принты прыгаешь в воду но это вода в шариках это очень необычно интересно что будет дальше вы готовы это минута это секунда славы первый пошел как ощущение не из приятных вообще так ну шарики вроде все целые так что следующий а вот у андрея один шарик уже лопнул как андрей водичка очень холодно поехали по моему это было неприятно такое ощущение как будто я получил очень смачную подсчетчину на самом деле очень здорово такое ощущение как будто я упал в желе но как падать в желе мы узнаем все очень скоро следующее во что упадут ребята это и есть желе идет на самом деле интересно желе сейчас лопнет или выдержит ну то есть останется такой же структуры или нет вы не сможете из него выбраться кажется да она треснет так я спиной точно не буду прыгать я думаю она сейчас будет желе с кусочками мяса будет очень красивая слоумо желе будет наверняка разлетаться по сторонам и это будет выглядеть эффектно вы вы трусах будете прыгать или нет я без трусов мне кажется халаты тоже стоит снять потому что их не хватит если вы в тесте искупаетесь первый пошел раз два три она его засасывает как ваше впечатление как ваш настрой андрей ты следующий вот этот шлепок это вообще не смешно было я думаю я не буду больше участвовать в роликах с бассейнами я буду лучше участвовать в роликах где надо будет что-то вкусное кушать бассейнами я буду больше прыгать не буду я даже как-то не не успел как-то понять по ощущениям как будто ты падаешь и пробиваешь очень большой слой насто этого снежного бултыхаться очень даже ничего дмитрий ты готов ребята все-таки относительно чисто если стоять перед а когда они развернуться то видим вот такую вот картину готовы измазать еще и перед не тогда поехали раз два три мне очень понравилось участвовать в этих роликах давайте следующего поднимите руку кто за то чтобы он прыгнул перед а все ради вас и ваших подписок полетели лёх моргни правым глазом у тебя так щеки как у мопса дергаются у нас попадает ребята дайте чего нибудь воды какую нибудь итак ребята прошли все девять бассейнов какие-то бассейны было падать очень мягко давайте дальше без меня я тут остаюсь как какие-то больно какие-то бассейны было просто падать слегка неприятно вытащить она холодная но сейчас им нужно будет выбрать именно три бассейна которые им было падать больнее всего первый бассейн с коробками оставляем его бассейн с поролоном единогласно бассейн с сеном бассейн с пенопластом бассейн строительной ваты бумага бумагу убираем и у вас остался только один бассейн который мы можем убрать убираем тесто убираем тесто наступил второй этап и вместе с этим мы подняли уровень подиума теперь ребята будут прыгать с высоты одного метра не уверен что будет какая-то ощутимая разница но все-таки она есть мне было мягко я его оставлю реально с метра мягче падать я не знаю как такое может быть ты считаешь сколько позвонков сломал ну это было не больно все равно какой-то большой разницы с полуметра и метра я вообще не ощущаю я думаю что на трех метрах будет очень страшно я уберу этот бассейн нафиг это больно блин я на самом деле не помню как себя ведет пенопласт честно сказать наверное не буду падать туда спиной я буду чередовать коробки на ноги поролон спиной на пласт на ноги вата спиной я думаю так будет правильнее и я буду целее тапт по-моему я отбил себе все что только можно отбить в этой бачи гугогогогогогого Какое-то не само мягкое приземление, честно сказать, было. В прошлый раз было гораздо мягче, гораздо, гораздо мягче. Я отбил локоть. Разобрать. Фу, я не хочу вообще двигаться, у меня вообще неохота двигаться, противная. Второй этап закончен, и теперь из 6 бассейнов ребятам нужно выбрать 4 тех бассейна, которые перейдут в третий этап, чтобы в них можно было падать с 2 метров высоты. Поэтому, ребят, я искренне надеюсь, что вы уже обсудили этот вопрос. Да, мы уже обсудили этот вопрос. Переходим к выбору. Коробки оставляем или нет? Паралон оставляем или нет? Пенопласт, да или нет? Строительную вату оставляем или нет? Шарики оставляем? Желе. На самом деле они просто боятся замараться еще раз. Ты думаешь, они тебя не слышат? Ха-ха-ха-ха-ха. Мы переходим в третий этап. И вместе с нами переходит платформа целых 2 метра. Вот отсюда уже падать будет на самом деле стрёмно. Поэтому в этот этап должны были пройти только те бассейны, которым на самом деле можно доверять жизнь ребят. Что за люди вообще выбирали эти наполнители? Почему эти наполнители стали самыми мягкими? Отсюда они выглядят не так надежно, как казалось. Я думаю, коробки не предназначены для двух метров. Этот бассейн я точно оставлю. Каждый раз, когда ребята приземляются, слышен такой грохот, как будто они там реально чем-то воткнулись. Зато когда вылезают, все говорят, было мягко. С виду это так не кажется. Они мягкие, они прям так смягчили падение здорово. Вот-вот наступит четвертый этап. Это уже значит, что ребята будут прыгать не с двух метров, а с трех. Поэтому им нужно сделать грамотный выбор. И убрать все бассейны, которым они не доверяют. Вы уже решили, сколько вы уберете в бассейне? Да, два. Это бассейн с коробками? Оставляете ли вы бассейн с поролоном? И остаются шарики и вата. Да. Из этих двух бассейнов вам нужно будет сегодня выбрать самый, вот прям на самом деле самый мягкий бассейн, в который вы бы прыгнули даже с 10 метров. Ну, что, ребята? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Все ощущаться совершенно по-другому. Пока ребята там подготавливаются к прыжку, хочу вам напомнить, что когда на канале наберется 6 миллионов 300 тысяч подписчиков, выйдет следующий видеоролик. Так что прям вот поднажмите лайками, превратите красную кнопку в серую. И тогда практически сразу, как вы это сделаете, наберете 6 миллионов 300, мы выложим этот видеоролик. Он уже готов. У меня вообще страшно, капец, как я... Я вообще не знаю, что я буду делать сейчас. Я даже не знаю, как я буду оттуда прыгать. Скажи что-нибудь на посадок. Я всех вас люблю. Наверное. Я же еще новенький, да, поэтому я не знаю, всех ли я люблю. Блин, это какого-то в 3 раза больше, выше, сильнее. Блин, на самом деле, это очень сложно решиться, прыгнуть на спину. Без ног можно прожить, без спины не получится. У меня в приоритете просто мужик после падения. Просто настолько страшно, у меня дыхание обижается ходить. Раз, два... Почему я не могу решиться? Два, три. Сорян, что я прыгнул так прям очень стрёмно. Ну, я прям действительно очень боюсь. Я даже как-то, знаете, типа, решился такой, типа, ура, ура. Пата очень мягкая, и если бы я прыгнул пластом, я бы... Ничего бы себе абсолютно не отбил бы. Просто это психологически очень тяжело. Чтобы вы понимали, 3 метра как бы, да, невысоко. Но, когда мы стоим тут, мы видим высоту с 4,5 метров. И становится гораздо страшнее. Раз, два, три. Вообще не больно. Еще хоть 20 раз прыгну. Но как прыгать вот сюда, я не представляю. Скажи что-нибудь напоследок. Это твой последний прыжок за сегодня. Не знаю, в каком смысле, но... Я верю в шарики, верю в себя, что не разобьют. А Деда Мороза? Деда Мороза тоже верю. А что, его нету, что ли? Не понял. Ребят, чтобы вы понимали, вот потолок, вот я, а вот там далеко находятся шарики. И мне сейчас предстоит прыгать вот туда. Пожелайте мне удачи. Я тебе скажу, я тебе сейчас покажу, как я буду прыгать. Пока что сам не знаю, как это я буду делать. Это было не больно. Это было не больно. Потому что я падал на ноги. Готовы? Да. Я так сразу начал говорить громко, что типа я не боюсь. Раз. Два. Три. Ура! Я не знаю, у меня такое облегчение, просто груз, просто смотри, что упал сейчас. Знаете, ребят, как я считаю? Здесь все очень сильно страшно. Зачем сдать? Нужно просто залезть, посмотреть, что там хотя бы есть шарики и просто прыгать. До дна я не достал. Поэтому я сделал для себя определенные выводы. Сейчас посмотрим, что будет на голосовании. За сегодня это был последний прыжок и последний бассейн. Это самый важный выбор за сегодня. Нам нужно выяснить, какой из двух бассейнов был самый мягкий. Давайте начнем с ваты. Это был самый мягкий бассейн или нет? Я даже не знаю, есть ли смысл спрашивать про шарики. Итог сегодняшнего видеоролика. Строительная вата это лучший наполнитель, в который стоит падать. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Ну а если вам нравятся наши видеоролики и вы хотите видеть их больше, то тогда у вас есть два выбора. Посмотреть наши предыдущие видеоролики, их очень много. На некоторые из них вы ссылочки найдете в описании. Или оформить спонсорскую подписку. Ссылочку на нее вы тоже найдете в описании. И вы сможете посмотреть все то, как это происходит за кадром. Прям вот все, как мы это снимали, вы увидите. Также у спонсоров есть еще другие привилегии. Об этом вы можете поподробнее узнать по ссылочке в описании. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок